Наступная ревизия, на которую я хочу сейчас обратить внимание, она достаточно нестандартная. Отверто говоря, впервые я вижу подобную ревизию за историю существования ревизора. Под ревизию попала мобильная пересувная кавьярня. Кафешка, канапешка, уважаемый на экран. В многих городах сейчас появляется новый модный формат. Передвижные кофейни. Давайте. Проверим. Здрасте, меня зовут Вадим Абрамов, я ревизор. Таня. Очень приятно. Таня, варите кофе? Да. А какой кофе у вас есть? Американу, эспрессо с молочком и лотокапчино. И все? Ходовище робить. Давайте посмотрим на кофемашину. Когда вы делаете капучино, что происходит? Вы достаете упаковку с молоком. Да, я промываю кашланку. Вы промываете кашланку, куда? Достаю молоко, вставаю кашланку, нажимаю, воно протекает, потом вставляю в стаканчик. Давайте я объясню, как я понял. Представим, что это у нас с вами упаковка с молоком. В нее опускается этот шланг. Когда вы включаете нужную кнопку, через шланг начинает поступать молоко, и отсюда выходит пена. Итак, давайте посмотрим на вот этот вот шланг. Что в нем будет? Ну, это просто капелька молока. А я же шугала, если не капчины. Вот если неправильно вымывать, всего за пару часов заведется множество бактерий. Когда вы опустите этот шланг в молоко, все бактерии попадут в чашку с капучино. Сладкий совсем кофе, который вы готовите с молоком. Вы должны вымывать этот шланг. В кофеварке обычно сливают воду, она сливается в специальный поддон. Вот это все отработанная вода. У вас там, извините, сдохла пчела? Так не может быть. Теперь расскажите мне, откуда берется вода в этой кофеварке? Ну, нам привозят. По этой бутылке с водой вообще нельзя сказать, откуда она взялась. Ее могли в ближайшем кране набрать. Наверное, с крана нашел. На ней ничего не написано, кроме буквы «С». Что означает буква «С»? Я не понимаю. А это что за палочки? Там мешалочка. Я смотрю, вот вы достали. Поставили. И они просто стоят себе на улице. Собирают пыль. На них летят мухи садятся, осы, пчелы. Так не может быть. Теперь кофе. Ну, а давайте эспрессо будем делать. Так, что там у нас льется? Давайте попробуем. Эспрессо вкусный. Здесь больше робустый, чем арабики, потому что вкус с горчинкой. Давайте заглянем, что же внутри у этого велосипеда. Это все, мы едем, а вы можете... Ну, это не пакетик, да, да. А, кстати, личные вещи хранятся там же рядом с продуктом. Что это за халатное отношение такое? Открываем мини-холодильник. Упаковка с молоком. Открытая? Нет, она закрыта. А у вас есть открытая упаковка с молоком? Да, я ее еще не открывала. Я текущую рублю. Вот эта упаковка с молоком теплая. Молоко не может стоять просто на улице у вас. Вы должны все время прятать его в холодильник. Там стоят сосиски. Я роблю ходоги. Упаковка с копчеными колбасками открыта. А когда их открыли? Я открыла их вчера. У вас обязательно должна быть наклейка с указанием даты, когда вы положили эти сосиски. Теперь обычные сосиски. Это вы что, из них хот-доги делаете? Эти сосиски произведены 24 августа. И тоже упаковка открыта. Стикеров нет. Я беру в руки пирометр. Сосиски хранятся при температуре в 13 градусов. А максимум они могут храниться при температуре плюс 6. Если температура выше, срок годности заканчивается очень быстро. Теперь давайте, Таня, вы мне покажете, как вы готовите хот-дог. Давайте мне сделаем хот-дог с охотничьей колбаской, с горчицей и с кетчупом. Покажите мне, пожалуйста, Таня, как вы будете мыть руки. Чего нам не хватает, Татьяна? Мыло. Почему вам не дали мыло? Вы работаете с продуктами. Ваши руки должны быть чистыми. Если я делаю художник, у меня есть рукавички. Вот. Есть одноразовые рукавички. Хорошо. Так, а кто мне обещал, что он в перчатках это делает? Кто? А? Где перчатки? Нет. Только говорили про руки, все, все забыли и сразу погнали руками брать. Горчица, кетчуп. Когда их открыли, залили сюда? Почти каждого дня будет. Где у нас тут стикер? Все, все. Ой, все, все. Раз стикер на кетчуп. Два на горчицу. И пишите везде да ты. Сосиски будете класть в гриль, да? Давайте я в него загляну. Кто там комара зажарился? Как часто вымывается? Что десь такое через дня три-четыре просто в лице у нас есть такая срезка. Что она делает? Мы посыпаем ей такого ежика, там зашкрабуем, вымываем, доброе. Но гриль, в общем, видно, что моется. А булка? Я пиджару вам хорошо. Спасибо, тебе послали. Спасибо, Таня. Я показал вам популярное явление передвижные кафе. Команда ревизора предостерегает. Это не всегда безопасно. А если руки Бористо последний раз мыл вчера? А вдруг молоко для вашего латте хранится на жаре при высокой температуре? Именно это мы увидели сегодня. Будьте внимательны. А я и вся наша команда желаем вам приятных и здоровых кофебрейков. Танюш, ну иди сюда. Чего мы плачем? Было неправильно, я сделала. Но эта работа требует идеальной чистоты и порядка. Так что не надо плакать, честно. Я что, ругал? Нет. Ну вот. Ну хорошо. Я спочатку, знаешь, тим пожартовать, что наша Таня гирко плачет, ревизор образов значит. Но вот смотрю и, честно говоря, уже зла не хватает. Спочатку девчонку до слез довел, а потом таки, ну все, 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 ну, 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 ну. Можно спросить, почему ты впечатляешься к святой людской детьми? Посмотри на нее. Посмотри на ту абсолютно щиру девушку, которая просто стоит, делает свою работу и делает ее прекрасно. Она хочет людям обновлевать радость. Хорошая девушка. Хорошая девушка. Хорошая. И она плакала. Знаешь почему? Потому что я неправильно сделал. Вы слышали эти слова? Нет. Это найщирише каятья, которое я вижу в этой программе. Варшава не плакала. Варшава по барабану. Библиотека не плакала. Хороший, добрый человек, Притула. Это не профессия. А это передвижной бардак. А кафешка-канапешка не ресторан. Передвижной бардак на колесах, Сергей. Там огромное количество людей. Парк в центре города. В самом центре стоит эта кафешка. Приходят пить люди кофе. Ты пьешь кофе? Извини меня. Ты, ну, все может закончиться плохо. Там не только кофе, там еще и хот-доги для желающих поездить. Как может закончиться плохо операция, яка залежит от одного натискания кнопки? Да потому что вода непонятно откуда. Потому что молоко хранится в черт знает в каких условиях течет по грязной трубке. Ты понимаешь, что там не только бактерии, там потом еще и черви заводятся. Если не вымывать. У тебя испорчена эта сосиска, которую ты съешь, извини меня, а потом проваляешься в больнице. Она неизвестно, сколько там лежала эта сосиска. Я так и не поняла. Там просто дата изготовления была. Все. И всего три дня после даты изготовления. Не надо сгущать краску. Лена, но температура плюс 13 в холодильнике. Ребята, послушайте. И еще непонятно, лежали ли они в холодильнике. Здесь мир существует с уличной едой. Никаких замечаний, таких смертельных у этой девочки не было. Грязные руки. Подождите, подождите. Грязные руки. У нее нету прямого контакта с едой. Она кофе наливает в стакан. Стаканы складываются, это технология, один в один. Мало того, они должны быть перевернуты, я не обратила внимание. Не перевернуты. Ну хорошо, она перевернет, это тоже не есть проблема. На самом деле, чем хороша уличная еда? Да я не говорю, что она плоха сама по себе, как явление. А я говорю о том, что она плоха, потому что девочка непонятно где моет руки. Мыла у нее нету, потом она руками без перчаток берет булку. А как и Смир живет? Как живет Нью-Йорк, как живет Элевив, как живет Париж? У них тоже нет рукомонника. У них тоже нет рукомонника, у них нет санитарных книжек. У них другая проблема, у них нет ревизора. Нет, у них другая проблема. Это уже заявка. На самом деле, украинский потребитель голосует своим кошельком. Репутация этой девочки, это ежедневный труд и ежедневный ее гость. И все, проходящие мимо потоки, они, как правило, одни и те же. Это люди, идущие на работу, люди, идущие на учебу, люди, идущие, просто гуляющие этим маршрутом. Это одни и те же люди. Они в жизни не подойдут в следующий раз, если не понравится либо кофе, либо они будут себя плохо чувствовать. Это мобильная кафешка. Если она потеряет клиентов, она переедет. Дивице, можно я влезу, если вы не проведете. Эти клиенты дорабатываются у нее на этой точке гадали. Лена, Лен, дивице, я, я, я зараз, в принципе, за девчинку. Потому что в таком юном веке людская дитина працюет, заробляет какую-то копеечку. Я за ней двумя руками. Але, маленький, але, мне кажется, что зараз паня Столярова ненавмисно штовхает нас в бік подвийных стандартов. Частково на езде Абрамова я поддерживаю, але есть Миша Плотников, в который я хочу спросить. Миш, отсутствие санитарной книжки, отсутствие места, где помыть руки под проточной водой и так далее. Отвлекает тебя от мобильных кафеярин? Я спокойно отношусь к уличной еде в оформленных павильонах, с кассовыми аппаратами, с какими-то минимальными санитарными нормами. Мне девочку жалко, безусловно, но тут я вынужден согласиться с ревизором, что хороший человек – это не профессия. Поэтому те претензии, которые здесь предъявлены с точки зрения санитарии, они объективны, никуда от этого не денешься. Хотя мы тоже душевно на стороне этой девочки, но мы часто ищем двойные стандарты в действиях ревизора. А сейчас, если мы будем оправдывать, то совершенно спокойно найдут двойные стандарты в наших действиях, в наших суждениях. Просто нет худа без добра. Тут ревизор замечательно сказал, что все проблемы Америки, Франции, Лондона связаны с тем, что там нет ревизора. И я вдруг понял, что потрясающе есть аргумент в переговорах с Международным валютным фондом о выделении Украине денежной помощи. Следующего транса. Да, я поменял, я поменял. Есть на что поменять. Есть на что поменять. А что касается американских всех этих дел. Дайте нам 2 миллиарда долларов. А что взамен? Мы даем вам ревизора. Ревизора. Давайте от мифов перейдемо до реальности, потому что среди нас немає людей, которые что-то тямлять в этом бизнесе на колесах. Я имею в виду пересывные кавьярни. А именно таких людей я хочу и запросить. Власник мобильных кафе, предпринимец Игорь Скабелкин. И заступник головы Асоциации мобильных кавьярнь Олексей Бусайев. Здравствуйте. Так, с Игором мы давно знакомы. Его машинка стоит неподалеку от нашего канала. И мы час от часа подпиваем у него каву. Скажи, пожалуйста, не только ориентуясь на работников нового канала, сколько вообще в среднем за день продает одна машинка стаканчиков кави? От 50 до 150. Это за весь рабочий день. Мне кажется, бывают и хорошие дни. Когда понедельник и весь новый канал приходит на работу. После выходных я лично 2-3 точно выпиваю в первой половине дня кофе. А какая собевартость одного этого горнятка паперового кави? Где-то собевартость, если мы говорим про эспрессо, где-то в районе 5-6 гривен. Собевартость? На порцию идет 7 грамм, правда? Ну да, 7-8 грамм. И посчитайте, сколько себестоимость даже с молоком и плюс сахаром. А сколько стоит бензин и машина? Наши редакторы покупалися трошки в цифрах и с разных джерел натягнули информацию по разных кавиарнях. Знову ж таки, перепитывали, что где-то собевартость от одни порции выходит в районе гривня 30. А потом уже мы начинаем доплюсовывать и все. Просто иногда вызывает удивление вартость кави 13 гривен за американо. Ну это много. Мне кажется, что я помиляю, что это надприбутковый бизнес. Если мы говорим, что это кава, она сама приезжает, сама варится, сама использует электроэнергию, солнце, и она сама готовится, то, конечно, 2 гривни так. Можливо, можно. Но мы говорим, что если подприемец работает не для выгоды, а как альтруист, то это не подприемец. Какой же он тогда подприемец? Совершенно правильно. Я когда-то в детстве перед зеленими святами и шел на лух, рвав лепеху, вязав ее в пучки, а потом продавал перед зеленими святами, чтобы люди зеленю прикрашали в своей оселе. И когда другой парень такой подходил, ему сказал, иди сюда, это моё место, я тут продаю лепеху. Скажите, пожалуйста, это ваша организация занимается разрушением всяких спирных и конфликтных вопросов? Ну, например, Игорь хочет поставить около великого университета свою машинку, продавать каву, а там уже таких три стоять. Ему шины попроколюють? Чи вы как-то скажете, не, хай стоять, хлопец? У нас чинным законодавством не передбачено необходимости удержания, а не дозволу на размещение транспортного засоба, обладнанного остаткуванием для приготовления кави, а не дозволу на торгивлю транспортного засоба, обладнанного остаткуванием. Поэтому, теоретично, каждый предприниматель может стоять в местах, в которых не заборонено вести торгивлю, або не порушить правила дорожного. А дальше, нехай, переможе сильнейший. Звичайно, поэтому працюет конкуренция. Если, например, стоят три кавьярни, которые давно працуют, приехал Игорь, поставил, у них, например, кава 10 гривен, он приехал 5 гривен кава. Демпинг. Шин нема. Шин нема. Ну, а лише все тяну за собою кримінальна або адміністративна відповідальність. Я хочу, знаете, ще чим поцікавитися. Бувають такі от випадки, коли Ігор власник і сам стоїть собі, може дозволити стояти, працювати ще й продавцем сам в себе. Але на інших точках є наняті працівники. Зачасту нанятий працівник любить вкрасти. Ну, так є. Яким чином ви унеможливлюєте це? Чи крадуть? Якщо крадуть, то як? Ну, способів дуже багато. По-перше, це потрібно контролювати звітом про продані чашки. Тобто, якщо людина вже просто намисно прийшла вкрасти, вона все одно вкраде. Розумієте, це людський фактор. Я розумію. Якщо немає довіри до людини, то роботи не буде. Цей бізнес розрахований... Ось послухайте, давайте не путати. Большой бізнес і це маленький бізнес. Цей бізнес, як правило, семейний бізнес. Ось це маленьке підприємство, к чому повинна прийти Україна. Не треба брати наємних і робити їх 100. Візьміте один і роботайте. Це хороший бізнес. Це вкусний і потрібний бізнес. Все. І к вам будуть ходити, к вам будуть ходити як к родному кожне утро, кожний день. І все. Ну так до Ігора так і ходять. Я знаєте, що хочу поділитися чим? Я коли працював барменом в кав'ярні, власник бізнесу підозрював, що все одно у найнітих працівників буде бажання десь щось стирити. І воно, що гріха таїти, іноді виникало. Що зробив той розумний мужчина для того, щоб це унеможливити? Він зібрав нас і сказав, друзі, ви молодці, ви молоді посіпаки, я в вас вірю. Ви будете заробляти, тільки не крадіть. Я вам даю кожному можливість в день, а от виділяю вам 5 чашок кави. От на вас. Робіть з ними, що хочете. Що робив Сергій Дмитрович, якому було 20 років? Дві кави, і я балував дівчат. Ще три, я продавав собі на кишеню. Той чоловік давав мені можливість кожен день легально заробляти на трьох-чотирьох горнятах на себе. У мене не виникало бажання красти. Це була дуже хороша мотивація. І ще виникло запитання, а на чому працюють ці пересувні кав'ярні? По-різному. Є на електричному, є на газовому обладнанні. Все це сертифіковано. Тим паче, що у нас кавоварки використовуються європейські. У нас власного виробництва немає. Всі вони вже йдуть з газовим обладнанням. Воно легальне, сертифіковане і безпечно. Ну, а я просто знаю, що за останній час в Києві було, здається, 2-4 випадки, коли пересувні кав'ярні згорали, вибухали. У нас є, до речі, відео того випадку на контрактовій площі в Києві? Це саме те було, про що ми тільки що на початку казали. Одна людина стала на місце іншої, її потіснило і був підпал. Газовий балон сам по собі, він не вибухає. Якщо дотримуватись норм, наприклад, якщо ми беремо 12-літровий газовий балон, заповнювати його на 8 літрів, покласти на відкритий вогонь, він не вибухне. Їх тестують постійно. Мало того, ми використовуємо польського та французького виробництва, в яких вже є встановлений взривний клапан. Якщо є максимальний тих, то він стравлює газ. Ви, кстати, в ассоціації, або ви владелець, я до сих пор не зрозумів? У мене є 4 кав'ярні. Окей, це ви, але таких, як ви, по країні зараз дуже багато. У нас тут бізнес зараз везде розпространяється. Откуда ж ви знаєте, що всі остальні використовують? Ну, хорошо, що ви використовуєте правильні, защитні, французські і так далі. Але газ, об'єктивно, він взривоопасен. Тобто в будь-яких условіях люди, я не знаю, що ви ставите. Дома є там редуктор ставить, да? Газ взривоопасен. Вся европа ввесена. Газ не взривоопасен. Газ, об'єктивно, він опасен. Давайте їх запретим, не будем їм різати. Так, нет, я просто запрашиваю. Правильний газ використовується везде і в автомобілях, автомобіли передвигаються. Должна бути правильне оборудування. І теж взриваються. Ну, взриваються, правильно, потому що ставлять кустарно. Я, до речі, хочу повернутися під завершення нашої розмови до її початку. Тобто, з законом ваша діяльність не врегульована. Ні, врегульована. Врегульована? Саме, ну, дивіться, у вас є транспортний засіб. Вам для того, щоб його десь припаркувати, не потрібно біжати в адміністрацію, просити дозвол, там стати. Я зрозумію. Скажіть, будь ласка, вас це задовільняє? Ну, більш-менш, звичайно. Мені здається, чи зараз якраз той випадок, коли краще хай не лізуть. Поясню, чому. Пересувна торгівля, вона на те й пересувна. Щоб, наприклад, там, зранку стоїш тут, під вечір переїхав туди. Погана погода, взагалі не виїхав. Мені здається, що коли держава почне влізати в регулювання роботи об'єктів вуличної кухні, вуличної торгівлі, ну, тоді вже корупція, я не знаю, вже до самого дна дістане. Ну, це моє суб'єктивне враження. Я сподіваюся... Слыши, я просто хочу сказати по поводу цих передвіжних кофейн, тому що секрет успіху, по-моєму, тільки що був выдан Леной. Тому що саме головне, щоб там работала сем'я і чоловік, лицо. Которого будуть звати Таня, Миша, Сергій. Коли будуть варити хороші кофі, а об'єктівно, ну, не прості і забачені домашні кофіварки. І коли будуть улыбатися, коли будуть робити все порядочне, хорошо. І держава там не треба. І конкуренція тоді буде між честними, порядочними людьми, які будуть варити варити куфі. І я об'єктівно «За». І надіюсь, що це відбувається. А я тим часом хочу перевірити, що коїться із нашим салатом. Наш салат схуд на 5 грамів, поки ми спілкуємось. Було 873, стало 868.